Какой-то человек энтузиастичен в том, чтобы, я не знаю, перекрасить свои волосы в фиолетовый цвет. Очень энтузиастичен. Он миллион оттенков фиолетового нашел. И вы приходите, надо Харе Кришны повторять. Как это мне поможет? И вот как вы будете чувствовать? И вы приходите такие, надо Харе Кришны повторять. Вот такие вот все энтузиастичные. Приходите в общество. Все на вас так смотрят, как на психа. Что будет с вами? Энтузиазм пропадет. Вы подумайте, я какой-то ненормальный. Мне не надо. Вы будете стесняться. Наверное, это не надо. Это какая-то странная вещь. Можно, как все, красить волосы в фиолетовый цвет, чтобы не отличаться от них. Потому что я же могу быть личностью только в обществе. А если общество меня не принимает, то я и личностью тебя не могу быть. Поэтому энтузиазм сразу гаснет. Вера просто уходит. Когда человек попадает в среду, которая энтузиастична в другой сфере. И наоборот, попадая в обществе преданных, даже если у нас такая, знаете, слабая, слабый энтузиазм. Ну да, вроде надо там как-то. Вот чем мне нравится, чем мне нравится, вот когда есть организованная садана. Организованная садана. Когда есть, вот, ну знаете, вот прям, не то, что вот, ну по вдохновению надо делать. По вдохновению. Не надо по вдохновению, надо по расписанию. Потому что когда вот ты делаешь по расписанию, даже когда вдохновения нет, думаешь, зачем идти в этот храм? Что я там не видел? Ну что я там не видел? Ну знаю я эту песню. Харе Кришна, Харе Кришна. Знаю я ее. Пою уже 30 лет. Ну что-то нового может быть. Что это вот эти вот, философия. Да знаю эту философию. Уже сколько лекций, посмотрите, у меня на ютюбе, сколько коллекций. Вот, все знаю, что мне туда идти. Что мне туда идти. Не надо туда идти. Но если как бы есть вот это вот, надо идти. И вот приходишь, и песню поют, знакомую, и философию ту же рассказывают. Вот человек, который это делает, он делится своей верой. И в этот момент думаешь, что я дурак-то, думал не ходить. Хорошо, что я не послушал себя. Хорошо, что я сюда пришел. Правильно? Был такой опыт у вас? Так оно работает. Вот, поэтому, к чему это все рассказало? Да, общество преданных. Поэтому, чтобы вот этот энтузиазм погас, нужно быть в обществе непредных. Сразу же весь энтузиазм на преданность потеряется, и появится энтузиазм на что-то другое. Прямо будет энтузиазм покупать эти ракушки, улиток. Красить фиолетовый цвет. Красить фиолетовый цвет волосы всех соседей. Проповедовать им, знаете, только через фиолетовые волосы вы освободитесь от всех волос. И когда приходишь к преданным, даже если маленький такой энтузиазм, вот, знаете, вот чуть-чуть прямо этого энтузиазма есть, который, знаете, позволил доползти. Знаете, вот как человек такой обессиленный, вот он давно не ел, он еле ползет такой, господи, доползет, может не надо в этот храм, но все-таки доползает, открывает дверь, и тут на него выливается этот поток энтузиазма, он говорит, да, что-то надо практиковать, что-то надо, надо, вот нельзя просто так сидеть. Правильно? Вот такой нам совет дает Шиларупа Госвами. Еще раз, он определяет саму практику анги преданного служения, объясняет, что это нужно делать с энтузиазмом, решительно, значит, понимая, как процесс работает, обязательно надо знать, чтобы понимать, как это все там совмещается, там внутри, там вот все работает, и это даст терпение, терпеливо человек будет это делать. Но откуда он это берет? Преданные, как он это теряет? Общение не с преданными. И общение не с преданными, это не означает, что мы сейчас закрылись в своих домах, ни с кем не общаемся, нет, нет, идет речь о каком-то близком душевном общении, когда человек прям погружается во все это и в ценности материалистичных людей.